С лекцией, с которым приехали специалисты из Воронежа, в основном затрагивает различные методики преподавания в школе. Для Лейлы Явлоевой, учителя начальных классов из Малгабека, это ценный опыт, ведь она впервые на таком семинаре. Лейлу больше всего интересует методика инклюзивного преподавания. Она уже несколько лет работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Лектора очень компетентны в своей области. У слушателей возник живой интерес, потому что на сегодняшний день в связи с введением 1 сентября 2016 года ФГОС с обучающимся ОВЗ, это очень кстати. Я для себя узнала очень много интересного и очень много важного. Микон большой набор, который приспособен именно для детей с рас, но его можно применять и с другими детьми. Четыре часа, в течение которых 90 учителей будут слушать курс лекций по работе с детьми. Для большего удобства лекторы, а их четыре, разбили участников на две группы. В одной показывают презентационные ролики, в другой знакомят с нормативно-правовой базой новых образовательных стандартов. Каждому ребенку нужен особый подход. Главная мысль, которую пытаются донести педагоги до ингушских коллег. Если говорить об учителях начальных классов Республики Ингушетии, они задают нам очень много интересных вопросов. Они даже с нами общались по электронной почте, звонили, спрашивали те материалы, которые их интересуют. И даже как бы давали задания на будущее, о чем бы они еще хотели узнать. Это уже второй курс подготовительных семинаров для ингушских педагогов, который проводят специалисты из Воронежской области. И результат, по словам гостей, впечатляет. Впрочем, такой интерес учителей к лекциям объяснить нетрудно. Между нашими двумя регионами уже складывается тесная связь, именно которая касается улучшения содержания образования, качества образования. И очень сложился дружественный, качественный формат работы. Когда ваш институт, наш институт, наши коллеги на основе затруднений, которые испытывают педагоги в вашей республике, в нашей области, составляют очень качественные программы повышения квалификации, мы вместе их реализуем. Душа Альбиева трудится в сфере образования не первый год и знает не понаслышке, как иногда трудно приходится с детьми. Поэтому умение найти с ними общий язык – главная цель для любого учителя. Курс повышения квалификации для ингушских педагогов продлится до 30 августа. Перед началом учебного года повысить свою квалификацию смогут порядка 1400 учителей различного профиля и направления.